При худшем раскладе я позвоню, выставлю себя на посмешище и буду ходить весь день подавленный. Что же делать? Всем привет! Вы на канале Диофплей и мы продолжаем проходить иронию затерянных судеб. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий, минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Ладно, что-то меня понесло. Чем бы сегодня заняться? Честно говоря, желание сидеть дома отпало. Есть планы на сегодня? Спрашивает меня Эдвард, который всё это время сверлил меня взглядом. А было бы лучше членом? Я помахал головой влево и вправо. Вообще... А у тебя? Думаю заскочить к саму по дороге домой. Ему, возможно, интересно, как я. Или ты просто хочешь выпить? Нет. Ну, может чуть-чуть. Ой, да не смотри на меня такими глазами. Это просто, чтобы сбросить стресс. Ага. Эдвард закатывает глаза с тяжёлым вздохом. Сам всё увидишь. А, и кстати... Сегодня квартира мне нужна свободной. Так что у тебя часы, чтобы свинтить куда угодно. Я поперхнулся чаем. Вот зачем тебе квартира нужна свободной? Блин, ну, устроить, я не знаю, настоящее мужское... Гачи-гачи, например. Вряд ли ты хочешь это видеть. Эдвард немного ехидно отвечает. Тебя это не касается. В общем, моё дело, чтобы... Моё дело было тебе лишь оповестить. Если не свалишь, силком выгонём. Прямо за шкерку вытащил, понял? Я несколько злым тоном отвечаю с Эглайсием и удаляюсь в свою комнату. Выходит, на выбор сегодняшнего времяпровождения у меня всего лишь час? Похоже на то. Ладно. И какие у нас варианты? Никаких. Погодите. Моя взгляд останавливается на скомканной бумажке. Ксения. А не будет ли это странно? Особенно учитывая, что номер я добровольно не брал. Да и если так задуматься, почему я вообще уверен, что она меня не отошьёт? При худшем раскладе я позвоню, выставлю себя на посмешище и буду ходить весь день подавленный. Что же делать? Пойти гулять одному. Найхер боб! Несколько раз всё взвесив, я делаю вывод, что всё же не стоит. Всё-таки кто знает, насколько я стал ранимым? И чем тогда заняться? А вариант, собственно, один. Идти на прогулку одному. Только я и мои мысли. Звучит не так плохо, хотя даже так желания всё равно немного. Ладно, и куда мне направиться? Точно! Я же не знаю абсолютно никаких мест. Ну, не совсем буквально. Но то, что ещё плава... Но то, что ещё плавает в памяти, такое банальное, что ли. И что делать? Я выхожу в кухню и смотрю на Эдварда. Он тоже пару секунд смотрит на меня, а после задаёт вопрос. Решил уже, как время будешь проводить? Ага. Правда, вот где я таки не решил. И что же ты придумал? Гулять пойду. Один? Уверенным голосом спрашивает дядя. Один. Он медленно качает головой. Как всегда. Могу тебе только центр города посоветовать. Держи. Дядя броском отправляет в меня карточку. Там лежит часть моих денег. Думаю, тебе более чем хватит. Веселись. Ага. Спасибо. Он утвердительно кивнул. Как всегда, поездка особо не выделилась. Впрочем, и не должна. Минут десять я просто бесцельно бродил по центру города. Бросал взгляды на разные магазинчики и прочие заведения, которые решили расположиться в здешних местах. Было столь скучно, что я уже думал вернуться домой под любым предлогом. Будь то ранение или еще чего. Но не думаю, что дядя поверит. Может, я просто не умею веселиться на улице? Если оценить ситуацию чуть более трезво, у меня есть бабло? Ну, достаточно много, чтобы заняться, занять себе любым делом здесь. Будь то поглощение вкусняшек или же покупка новых вещей. Также я нахожусь в центре города. Где, в принципе, расположено столько сфер, представляющих самые разные услуги, что проблем с ассортиментом из моих желаний возникнуть не должно. Тогда чего же я хочу? Тот лад-то был чертовски неплох. Хочется еще раз выпить что-то хоть немного схожее с ним. Я начинаю озираться и крутиться на месте, осматриваясь вокруг. Мой взгляд притягивает одно интересное заведение. Кофе-Ток Насколько я помню, это заведение открыто только ближе к ночи. А тот факт, что оно уже готово обслуживать посетителей, несколько удивлял. Почему бы не зайти к ним, подумал я. И немедленно направился ко входу. Уютненько. Внутри было необыкновенно уютно. Воздух был наполнен теплым ароматом кофейных зерен. Когда делаешь вдох, этот запах будто греет твои дыхательные пути. Это очень сложно описать, а уж тем более с чем-то сравнить. Я осторожно прошел до барной стойки и занял один из стульев. Добро пожаловать в кофейню Кофе-Ток. Меня зовут... Владимир... Блять, Владимир Совин Рейнович. Я барист и по совместительству владелец этого заведения. Чего желаете? Лотус с молоком. Арт добавить? Да это ж бар для Бухича! Это напоминает мне, как я когда-то зашел в... Когда я еще пивасик прибухивал. Мол, зашел в живое пиво и встает у плена вывеску, мол, че же я таки хочу? Там за стойкой сидит какой-то клиент, возле него стоит бармен. Ну и бармен меня спрашивает, мол, а че я хочу взять? Ну а такой, пиво? Они начинают гэгэкать. Типа, тут че, можно кроме пива что-то взять? Так смотрю. Лимонад. Там в ценниках еще лимонад был. Арт? Лотар, ты неужели никогда не видел? Нет. Что же, тогда я сделаю его вам. Та на ты, та на вы. Неопределенный бармен. Спасибо. Борис-то помахал рукой, отвечая что-то в духе, да нет проблем. Я принялся ждать свой напиток. Все время ожидания я осматривал кофейню. Нравится? Простите, что напугал. Да все в порядке, я просто не ожидал. Наш лата с молоком. Блядь. Наш. Ваш лата с молоком. А-а-а. Это и есть лата-арт. На поверхности моего кофе действительно находилось что-то вроде рисунка. Я делаю глоток. Как вам? Невероятно вкусно. Недавно я пил кофе, и он мне очень понравился. Хотел выпить что-то подобное, но и не надеялся найти. А ваш напиток куда вкуснее. Ой, чё-то я разошелся. Все в порядке. Расслабьтесь, вы весь какой-то напряженный. Если хотите поговорить, я только рад. А за комплимент спасибо. У меня вырывается тихий смешок. Хорошо. Кофейня красивая у вас. Нехуяйся, блядь. Кофейня. Заваленная разнообразным бухлом. Блядь, курва. Впрочем, среди ночи в... Тот самый в круглосуточный магаз бегать за... Запчастями для скорой помощи. Блядь. Ну, мод вроде более-менее. Да, блядь, когда получается какая-то хуйня. Сука, ну чем ты думал, когда делал это? Да. Я, конечно, знаю, что вы работаете обычно ночью. Но удивлен, что она сейчас... Устает. Блядь. Блядь. Кофейня, дохуй. С коньячелом и вискарем, блядь. Почему-то ночью работает. Я, блядь, даже не знаю почему, сука. Потому что днём я и не работаю. А щас ты чё, сука, делаешь? Сегодня решил посмотреть, изменилось что-то или нет. Как видите, жаль. Работали бы днём, я бы к вам частенько заскакивал. Бористо слегка ухмыляется. Я подумаю. Кстати, могу я узнать ваше имя? Клайв. Клайв. Редкое имя в наших местах. Да он с прогнившего запада, хули не видно. В какой-то мере. Улыбаясь, говорю я. Что же, приятно с вами познакомиться. Взаимно. Мы пожимаем руки. Допивайте кофе, Клайв. Остынет. Я следую его совету и начинаю глотками поглощать кофе. Бористо отходит в сторону. Там он занимался какой-то рутиной. Мало оборудования, посуду, что-то раскладывало и тому подобное. Я всё ещё немного стесняюсь обращаться к нему. Владимир! Да? Могу я спросить вас, Рейновичи? Правда, ваше отчество? И вас это смутило? Всё верно. Мой отец был Рейн... Сезонный Дмитриевич. После свадьбы взял фамилию моей матери. Я же подумываю её вернуть. Она, знаете, обладает своим шармом. Хе-хе. Что-то в этом есть. Он утвердительно кивает. Ещё будете что-нибудь? Да! Ещё чашечку лото с молоком. После неё я, скорее всего, покину вас. И этот мир. Как пожелаете. Владимир снова ушёл к оборудованию, а я принялся ждать. Теперь бар я уже не осматривал, а просто ждал. Как вдруг сзади раздался звон. В помещение вошёл мужчина. Чё тут, блять, хайд делает? Одет он в чёрную толстовку с капюшоном. Капюшон натянут так, что лица было не разглядеть. Он проходит до барной стойки и садится рядом со мной. Добро пожаловать в кофейню Кофе Ток. Я Владимир Совин Райанович, барист этого заведения. Что будете заказывать? Эспрессо. Будет сделано. А вот и ваш латтек лайв. Спасибо. В очередной раз я делаю неспешные глотки своего превосходного напитка. Также краем глаза я поглядываю на нового посетителя. Не просто из какой-то предвзятости, связанной, завязанной на его внешнем виде. Вовсе нет. Он и сам смотрел на меня в данный момент. Искра, буря, безумие, ебля в жопу. Все как всегда. Обычная и типичная кофейня, блять, которая работает среди ночи, забитая бухлом. Бля. Пускай глаз его не видно, но Капюшон отчетливо выдавал его действия. Через минуту Владимир принес заказ этому незнакомцу. Прошу. Тот неспеша притрагивался к напитку. Сначала принюхивался, а после удовлетворенный полученным результатом сделал глоток. Как вам? Вкусно. Рад слышать. Дайте знать, если понадобится что-то еще. Тот хрипловатым голосом прорычал «Ого!». Как только наш Бористо удалился к краю барной стойки, где у него находилось все оборудование, мне стало не по себе. Ведь Капюшон теперь не просто был слегка сдвинут в мою сторону. Он полностью обернулся на меня. Что ему нужно? Нервничая, думал я. Непроизвольное даже кофе стал пить медленнее. Клайв, я полагаю. Он тихонько хитро усмехнулся. Нет, не полагаю. Я уверен. Здравствуй, Клайв. Легкая дрожь с нотками ужаса прошлась по всему моему телу. Откуда этот тип знает мое имя? Блять, Бористо при нем тебя по имени называл, долбоеба кусок. Откуда этот очень подозрительный тип знает мое имя? Дыхание слегка участилось. Я старался держать лицо... Стараясь держать лицо, спрашиваю. Знакомы? Вместо ответа он рассмеялся, но все так же негромко. В каком-то смысле? Ужасное ощущение. Я не вижу его лица, но я все прекрасно понимаю. Сейчас он улыбается. Ужас постепенно пробирал меня больше и больше. Тогда могу я узнать ваше имя? Оно тебе нужно? Да? Неправильно быть знакомыми в одну сторону. Снова смешок. Зови меня Павлов Делориан. Блядь. Жигули везде, блядь, нахуй. Чего, нахуй, вон он в рот. Ладно. Да и чего, гадаю, он путешественник из будущего, который сейчас ему всю правду расчешет, да? Ну или не сейчас, чуть позже. Для друзей вроде нас с тобой. Просто Павлов. Делориан? Тот самый? Конечно нет, парень. Это кличка. Павлов тоже? Он уверенно кивает. Ясно. Не боись, парень. Когда-нибудь узнаешь настоящее. Я быстрым движением допиваю последний глоток кофе. Хорошо, Павлов. Могу я предположить, что вы меня искали. В этот раз он посмеялся громче, будто с лёгкой злобой. Можешь и будешь прав. Зачем? Зачем? Помочь. Помочь? Кивок. С чем? Вокруг тебя сложилось много лжи, не так ли? Так же вокруг тебя идёт какая-то история. Загадочная и странная. Она будто бы хочет обогнуть тебя, словно показывает, что ты тут лишний. Но, на самом деле, ты один из главных участников. Я напрягся. И такой напряжённый, как вроде бы на толчке, он будет сидеть уже до следующего раза. На этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok